государство и бизнес сегодня нуждается в развитии креативных экспертиз и улучшения качества образа образование творческих профессий вот с чем это связано ну на самом деле у этого вопроса наверное есть несколько ответов и один из них конечно же первая значительная часть говорит нам о том что увеличилось количество производимого контента и безусловно рынок нуждается в большом и значительном количестве креативных кадров это первая составляющая но вторая составляющая говорит нам о том что креатив проникает не только в сами творческие профессии но и становится неотъемлемой частью таких профессий которые раньше мы не рассматривали как креатив и чар сейчас тоже должен быть креативным и решать те задачи которые ставит бизнес и смотреть на это по другим углом искать различные взаимосвязи это касается всех специальностей которые находятся около креативной структуры и в том числе является его поддерживающим и суппортом все специальности вот они тоже креатив проникает туда и этот потребности с этим конечно же растет в каких секторах вообще креативной экономики сегодня существует острая нехватка кадров на какие специальности больше всего сейчас есть отзыв у работодателей на самом деле кадровый дефицит и кадровый голод мы испытываем повсеместно и это конечно же является следствием того что мы находимся сейчас не секрет для вся демографов в демографической яме поэтому продиктована эта необходимость нехваткой этих кадров наиболее востребованные профессии которые мы сейчас видим они конечно же лежат на стыке креатива и цифровых технологий это то зачем будущее когда мы должны уже сейчас обучать привлекать в том числе и на производстве лиц с различными специальностями помогать дополнять эти специальности помогать создавать новые специальности и уже обучать на производстве тем самым восполняя тот самый кадровый голос которым сталкиваются все работодатели а вот про будущее как раз вот как мотивировать и популяризировать креативные профессии среди нового поколения вот будущих талантов здесь инструменты могут быть достаточно классическими кроме популяризация это всегда дополнительная информация на нужно выходить в школы в институты то что делает газпром медиахолдинг да мы активно например продвигаем популяризируем профессии медиа индустрии на базе начинаем есть такой проект московский медиакласс медиакласс московской школе да и наши спикеры наши эксперты на постоянной основе работают с школьниками уже начиная привлекая их в профессию показывая им софитно как выглядят эти специальности где они могли бы на предпрофессиональной и предоориентационной такой подготовки выбрать для себя эту профессию дальше мы шагаем уже высшие учебные заведения и тут институты тоже очень откликаются мы выступаем с нашими лекциями пролетаем наших спикеров и интегрируемся в образовательный процесс предлагаем практику тем самым на выходе после окончания высшего учебного заведения мы получаем уже лояльную аудиторию которая уже воспринимает бренд работодателя уже воспринимает профессию как ту профессию которой они готовы посвятить ближайшие годы своей жизни кто диктует условия в креативных индустриях работодатель или сыскатель а вот здесь так прямо и линейно на этот вопрос не ответишь все конечно же зависит от уровня должности от уровня специалиста если мы говорим о специалисте которому подразумеваем и называем его высоким профессионалом до такой хайпо звезда своего дела то безусловно конечно на рамке традиционная история когда за этими звездами идет настоящий охота и тот кто предложит наиболее лучшие условия речь не всегда идет о гонораре да речь идет о том что мы должны привлекать прекрасной средой интересными задачами чувство сопричастности к созданию что-то нового креативного небось этого слова великого и вот тогда конечно вот на этом поприще выходят в состязание работодатели привлекая звезду и тут условия конечно будет диктовать звезда знающий себе цену вот как раз про таланты которые не просто художники да они работают в бизнесе вот какими компетенциями должны обладать в принципе креативные люди когда они работают на бизнес здесь наверное действительно можно выделить среди запросов на компетенции безусловно креативности мы в эту креативность вкладываем как способность естественно создавать что-то новое это способность смотреть на вещи под разным углом и находить порой неожиданные взаимосвязи между этими вещами на втором месте я бы наверное поставила такую компетенцию как адаптивность и не просто адаптивность а высокий уровень адаптивности потому что в связи с быстро меняющимися нашими реалиями человек должен себя как можно быстрее начинать чувствовать комфортно и в новой среде и с новыми и очень разными людьми на третье место я бы поставила цифровую грамотность потому что умение и знание цифровых технологий и инструментов безусловно является уже той составляющей без которой карьерный рост и не твоя эффективность могут быть недостижимы и безусловно это способность к быстрому обучению и способностью поглощать большое количество информации и анализировать ее это наверное те вещи о которых можно было бы сказать в первую очередь какие проблемы вот в образовании существует сегодня какие драйверы нужны вообще для того чтобы запустить позитивные изменения в сфере создания креативных продуктов и что ваш колдинг делать в этом направлении на самом деле в рамках текущего экономического форума многие спикеры говорили о таких вещах и мы не исключение что академическое образование не всегда поспевает за теми потребностями и запросами бизнеса и о том что все именно от бизнеса ждут инициативу по тому как перестраивать свои образовательные программы да речь идет уже и о скорости получения образования никто безусловно не умаляет высшее академическое образование но дополнение дополнительными профессиональными программами сейчас выходят на первый план когда специалисты нужно быстро подготовить и эффективно и это невозможно без погружения в реальную проектную деятельность соответственно мы как газпром медиахолдинг мы такую площадку как для студентов так и для соискателей предоставляем это всегда есть возможность принять участие в реальных проектах и я думаю что в этом есть значительная перспектива для того чтобы удовлетворять потребности бизнеса вот еще один вопрос а как внутри холдинга вы выстраиваете карьерной траектории вот внутри команд уже существующих как их мотивируете обучаете развиваете будущих управленцев и какие вот внутренние именно дополнительные программы у вас реализовываются внутри холдинга мы в холдинге значит у нас не стоит цель учить ради того чтобы учиться мы больше исходим от потребности бизнеса когда бизнес говорит о том что ему необходимо потянуть управленческую линейку своих руководителей то безусловно и чар холдинга делает на этом акцент поэтому мы находимся в поиске и сами участвуем в разработке образовательных краткосрочных программ которые могли бы потянуть такие скиллы на соответственно нас были такие большие проекты как большая корпоративная программа которую мы реализовывали на базе сколково и она называлась цифровое лидерство в рамках этой программы у нас было достаточно большое количество времени мы отдавали и управленческим компетенциям до этой способности и развития латерального мышления да это все те элементы без которых медиа бизнеса наша компания в частности они может эффективно двигаться вперед ну и наверное последний вопрос если можно было выразить слоганом и чар стратегии отношения кадровой политики холдинга вот как бы он звучал в рамках подготовки опять же к этому форуму мы для себя вывели такую формулу которая я немножко расскажу предысторию потому что ты никогда не знаешь что первично а что вторично в поиске креатива потому что для того чтобы привлекать креатив ты сам должен быть креативным и ты сам должен быть тем кому креативные люди будут готовы прийти поэтому первое это создавая привлекай привлекая создавая имеется ввиду конечный продукт вот если коротко наверное этот слоган я бы и использовала в качестве включения его гася стратегии